А вы знали, что наш ум, мысли и эмоции влияют на наше тело? Мы сами не замечаем, как напрягаем и расслабляем мышцы, в зависимости от того, что чувствуем и думаем. Мы можем сутулиться из-за неуверенности, сжиматься от страха, пытаться издержать слезы, гнев и обиду. А наше тело запоминает все эти неосознанные движения. Если же какая-то неприятная эмоция посещает нас регулярно, то образуются зажимы, то есть мышечные блоки. Последователь Фрейда Вильгельм Райх назвал это явление мышечный панцирь. Обычно человек постоянно запрещает себе какие-то чувства, негативные или позитивные. Поэтому у многих образуются блоки, а у некоторых зажато почти все тело. Думаю, вы видели таких людей негибких, двигающихся как манекены, сгорбленных или слишком прямых. На содержание блоков уходит огромное количество энергии. Они неприятны и становятся причиной болезни. Такое напряжение мышц требует сил, плюс мы преодолеваем их сопротивление в повседневной жизни. И становится сложным расслабиться даже во сне. Из-за этого отдых получается неполноценным. Например, человек может чувствовать себя уставшим, сколько бы он не спал. Дело в том, что тело просто не отдохнуло. В напряженном теле практически невозможно расслабить ум. И наоборот, когда эмоции зашкаливают, мышцам не расслабятся, они скованы. Интересный факт. После смерти в человеческом теле выпрямляется большинство искривлений позвоночника и снимаются различные блоки. Потому что все время своей жизни человек держал их собственными мыслями и чувствами. Итак, мы пришли к следующему этапу. Характерные зажимы, имеющие в корне подавленные эмоции, можно разделить на 7 частей. Итак, первый сегмент. Напряжение в лице, глазах, нахмуренный лоб. Из-за этого часто бывает плохое зрение, мучает головные боли. Бывает, что у человека словно безэмоциональная маска на лице. Устранение зажимов осуществляется с помощью гимнастики для глаз. Раскрыванием их так широко, чтобы задействовать веки и лоб. Второй сегмент. Область подбородка, горла, челюсти и затылка. Челюсть может быть как слишком зажатой, так и неестественно расслабленной. Блок удерживает выражение плача, крика, гнева. Снять мышечное напряжение можно, имитируя плач, массажем мышц лба и лица. Третий сегмент. Область шеи и языка. Зажатость здесь можно заметить по голосу. Человек не может говорить громко или говорить неестественным тоном. Здесь подавление эмоций в целом. Страх выразить себя, а также крик, гнев и плач. Прямое воздействие на мышцы в глубине шеи невозможно. Поэтому мышечные зажимы позволяют устранить крик, пение, наклоны и вращение головой. Четвертый сегмент. Это большая область, включающая мышцы грудной клетки, руки, плечи, лопатки. Здесь чаще всего блокируется смех, гнев, плач, радость. Человек вместо того, чтобы чувствовать свободно, задерживает дыхание. Дышит поверхностно. Обратите внимание на свое дыхание. Насколько полное вы дышите грудью. Блок снимается работой над дыханием. В особенности осуществлением полного выдоха. Пятый сегмент. Диафрагма, солнечное сплетение и мышцы спины. Как правило, здесь удерживается сильный гнев. Прежде, нежели перейти к этому блоку, нужно снять первые четыре. Шестой сегмент. Напряжение поясницы и живота. Здесь может быть страх нападения. Неприязненное отношение к кому-то. Подавление злости. У большинства людей, которые не могут расслабить эту область, постоянно сильно выгнута поясница. Такое напряжение убирается очень легко, но если расслаблены предыдущие сегменты. Если же остальные напряжены, то тут сложно что-то сделать. И последний, седьмой сегмент. Мышцы таза и нижних конечностей. Здесь сдерживается сексуальное возбуждение и телесное удовольствие в целом. К примеру, если у женщины заблокирована область таза и бедер, мужчины не воспринимают ее как сексуально привлекательную. Итак, как работать с блоками правильно? Невозможно сходить на массаж и физически снять блоки. То есть вы их снимете, но через пару дней напряжение вернется на место. И наоборот, если блоки в мышцах живут уже долго, они сами начинают влиять на чувства и состояние ума. И одними психологическими практиками проблему не решить. Нужно работать комплексно, прорабатывать телесные зажимы и параллельно проводить психологическую работу. Это не быстрый и достаточно сложный процесс, но оно того стоит. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!